Делаем такой ритуал, избавляемся от остаток этого говняного говноснега, и пусть у нас весна раньше приходит, вот это призвать раньше весну. Это видео станет актуальным для тех, кто хочет избавиться от своего снега во дворе своего дома или во дворе своих многоквартирных домов. Я недавно разговаривал с январем 2020 года, и мы не договорились, потому что на улице вместо нормальной снежной зимы валялись куски шоколадно-коричневого говна вместо снега. Слякать вы уже? Я пытался с ним поговорить, мы не договорились. Я решил показать вам хороший и доступный способ. Ритуал называется «Шаурма на крыше». В общем, для этого вам понадобится табличка. Табличка какая? Ну, примерно вот такая вот. Можно из натурального дерева и из массива, чтобы вот квадратная была. Примерно 20 на 20 размером. Там вы будете аппаратом по выжиганию помечать количество сделанной вами шаурмы, которые вам нужно будет выбросить на крышу вашего дома или подъезда. Это вот для ритуала. У меня кофе, вот, а вот там вот говно лежит. Но это для шаурмы понадобится. Облотнём кофейку, вдохнём говнеца. Вот, значит, что надо будет? Вот, смотрите, у вас есть табличка 20 на 20. На ней нужно аппаратом по выжиганию написать на старославянском языке Азьесме, там, имя Валерия, Алёна, там, Мария, Евгений, там, Азьесме, там, Евгений, пал в шуе, точка. Прошу унести от моего дома подальше снег, точка. И потом заклинание. Ячмень, ячмень, догниль, вода, индийская еда. Уберите снег с моего двора, точка. Вот это вы будете аппаратом по выжиганию вот на верхней строчке писать. Вот, выжечь. Затем, когда будете читать про ячмень, ячмень, соответственно, вам нужно будет что? Вот газетку, там, можно светлый пергамент. Ну, пергаменты, понятно, вы в лес ебать берёзу не пойдёте ради пергамента. Вот перед вами давно. Но это уже не давно, это уже ваше, это ваша ритуальная составляющая. Вот, вот тут оно всё по центру, вот тут вот по центру оно лежит. Вам нужно свернуть ваш пергамент, ну, она же газета, она же газета, вот так пополам, пополам. Сейчас я это всё закручу в шурму, и вот когда вы будете закручивать, вы будете тогда читать вот это ячмень, ячмень, догниль, вода, заклинание будете читать. Вот здесь вот, чёрный по белому. Шаверма, номер, там, первый, второй, третий. Каждый раз новый номер подписывать надо. Скотчем вот это вот всё вот так обмотать, приклеить. Получается такой брикет тугояйцев. У меня сосед Вован тугояйцев есть, у него такая фамилия. Я ему постоянно говорил, да, яйца потрогать, а эти тугие должны быть. Он говорит, ну, блядь, иди нахуй. Там, говорит, ну так вот, нахуй меня посылают. Я ему говорю, блядь, ты сейчас ёблого маратина. У нас свои там отношения, но я его яйца потрогаю всё равно как-то. Вот такой у вас должен брикет получиться в итоге. Блядь, быстрее нахуй выбрасывают. Сука. Блядь. Всё. Фу, ну нахуй. Выбросили. И теперь ждём результат, когда снег сойдёт побыстрее. Блядь, чуть не проблевался, ёбаный ты враг нахуй. Он упал, вы поверили, всё у вас обязательно получится. Успех неизбежен. Снег будет сходить плавным, ровным слоем. Даже если будут морозы, он всё равно будет благодаря ритуалу с вашего двора уходить. Вот. А шурма, она тоже, как свадебные туфли обосранные с моего подъезда, она тоже сама по себе исчезнет. Потому что на следующий день эти туфли и куски говна по всему подъезду, они каким-то странным образом прямо с утра исчезли. То же самое будет с шурмой на крыше вашего подъезда. Она растворится каким-то неведомым образом. И ритуал подействует, и растворится всё остальное. Ну вот, ритуал с шурмой. Я надеюсь, вам это помогло, и у вас теперь хорошие чистые дворы. Вот. И вы ждёте с улыбкой весну.